значит остановились мы на вот этом вот моменте я удалил развертку создал новую но у нас вот уже есть странность да у нас текстура была применена но сейчас она никак не отображается хотя развертка уже какая то есть такое случается здесь в мода и нужно либо удалить ее загрузить заново либо по клацать вот здесь о кстати это тоже момент вот тип проекции текстуры да вот когда мы подгрузили текстуру сюда и в пропорте у нас есть вот тут projection type здесь можно как раз вот эти вот в 3d максовые виды проекции там кубическая проекция которая вот так вот раскидывает автоматически текстуру там сферическая есть разные виды автоматических я ими никогда не пользуюсь поэтому я не буду о них рассказывать но тем не менее такая штука есть здесь вот нам в данном случае надо выбрать юви мэп и следующем сет текстур юви выбрать текстур таким образом то что мы уже делаем это примену применяется наша развертка да вот вот и если мы сделаем все остальные элементы сейчас кстати вот я не сказал какие есть у меня ход кей при работе с ювишкой вот я уже показал project from view полезная штука есть еще она вот вот следующая которая идет она фактически разворачивает элементы вот в данном случае она вот так вот их раскидала немножко в пространстве то есть их надо повернуть еще но вот функция вот это андрей у меня забита на клавишу в английскую не w а в потому что очень часто я это дело использую это первое клавиша сочетание для работы с ювишкой второе которое постоянно использую это alt а это выравнивание ювишек относительно ну вот прямо под прямым углом да вот когда вы часто их разворачивает под таким вот углом и чтобы быстро выровнять нажимаем альта она правда не со всеми деталями работает но вот с этими работает идеально дальше клавиша сочетания квадратная скобочка закрывающая вот в конце клавиатуры рядом с энтером это вот кнопка пакует все это дело быстро в квадрат все что у нас уже развернуто если у нас это все дело раскидано в пространстве нажимаем квадратную скобочку она все упаковывает в квадрат дальше вот собственно на самом деле все в альта а вот тут эти например от плохо выравнивает приходится их руками крутить фактически вот я сейчас развернул все элементы текстуры объекта и все это можно запаковать в кубик вот прямоугольной скобочкой я вот очень быстро создал текстурную развертку то как наша текстура ложится на этот объект и теперь фактически вот с этой текстурной разверткой мы можем даже делать более того мы можем в мода прямо уже рисовать по этому объекту то есть вот во вкладке paint мы тут можем даже выбрать вот здесь paint tools и прямо да то есть вот мы уже можем даже сходу раскрашивать это все дело это тот 3d max в принципе не умеет не сказал бы что я этим пользуюсь часто но сам факт вот возможность раскрашивать объект есть только тогда когда у нас есть текстурная развертка вот я сейчас порисовал по этой текстуре и видим сразу что здесь все это дело автоматически уже порисовалась здесь мы можем даже прямо по развертки рисовать кисточка но тут конечно всякие глюки происходят но тем не менее это возможно делать сходу вот так вот а выравнивание из горячих клавиш нужно да по на самом деле ну вот англо и вот эта вот функция да это дело я не упомянул еще очень важную штуку сейчас скажу по выравниванию это вот ориент писсис здесь вот даже тут написано а то есть когда она там повернута вот нажимаем вот это дело ну тут не особо а чтобы упаковать здесь есть пэк ну тут вот с настройками такими но вот это квадратная скобочка это такой самый быстрый способ он без дополнительных настроек быстро все складывает и помимо этого он еще масштабирует элементы один относительно другого то есть это тоже важный момент есть у текстур точнее у объектов такой параметр так называемый текст у текстурной развертки что это значит это допустим вот мы развернули вот так вот объект и у него плотность пикселей одинаковая сейчас я даже попробую включить чтобы было здесь не сглажено это все чтобы вспомнить где это включается ну то есть можно здесь видеть да вот там количество размер пикселя на вот этом элементе и размер пикселя на вот этом элементе одинаковый но если мы допустим возьмем вот этот элемент здесь ну вот он нет не вот вот этот вот элемент и на текстурной развертки его от масштабируем прям основательно у нас очень меняется размер пикселя здесь и размер пикселя здесь то есть фактически вот здесь вот ну texel это термин обозначающий текстурный пиксель вот такая вот штука касательно именно текстурной развертки то здесь плотность пикселей на модели гораздо больше чем здесь это очень в геймдеве часто используется допустим те элементы которые там вот у нас в мотоцикле да там я когда делал развертку мотоцикла все что внешне у того больше texel density параметр да просто нужно внешне было все качественно а там внутренние детали движка допустим уменьшены на текстурной развертки чтобы экономить место и больше им и они не так на виду и мне нужно такое большое количество пикселей такая вот история чтобы посмотреть это все дело но вот я сейчас увеличил вот этот элемент и но это не совсем правильно вот нам допустим нужно выровнять все объекты по этому параметру мы можем сделать вот собственно через вот этот texel density функцию здесь вот есть параметры да вот normalize ювис есть такая штука если мы нажмем нормально у нас вот все объекты немножко прям перекосились но они от масштабировались по параметру вот собственно texel density то есть у нас плотность пикселей выровнялась одинаково если мы опять их вот так сложим то масштаб будет одинаковый еще важная тема при работе с разверткой можно включить отображение дисторшина то есть искривление развертки вот по общем здесь из шоу дисторшин и у нас появляется вот это красно-зеленая информация по развертки то есть вот какие-то более красные какие-то более зеленые что это значит зеленые полигоны означает что модель развернута максимально правильно то есть нужно нам стремиться к тому чтобы все было как можно более зеленым если я вот так вот начну искривлять модель она начинает синеть синие это означает что вот на модели собственно этот элемент меньше она рад текстурной развертки больше и поэтому появляются вот такие вот визуальное отображение того что развертка неправильно если мы посмотрим на эти полигоны на модели у нас тут вот отображение ломается потому что мы ну развертка у нас собственно неправильно здесь она сильно очень сплюснута и это нехорошо то же самое вот если мы сдавливаем у нас она краснеть начинает и вот на текстуре тут все это потянуто и вот можем заметить да когда я растянул вот эту модель все остальные начинают тоже краснеть почему потому что вот это происходит точно так же если мы допустим одну из деталей увеличиваем да все тоже начинает краснеть а если уменьшаем начинает синеть это все показывает насколько у нас оптимизированная ювишка если мы это все дело думают вот этот элемент так искривили надо его вернуть в исходное положение то есть ну сделать его максимально правильно развернутым для этого есть функция relax которая тоже очень часто используется она вот мы включили этот relax работает следующим образом мы нажимаем ну во первых нам нужно выбрать несколько алгоритмов вот есть два которые я использую conformal и adaptive в данном случае мы возьмем conformal и делаем что следующим образом нажимаем левой кнопкой и не отпуская левую кнопку мыши мы начинаем тянуть влево и происходят вот такие чудеса с моделью то есть фактически что я делаю вот ведь ведь видно здесь параметр литерейшн сменяется таким образом можно сразу просмотреть как работает алгоритм исправления вот этой вот искривленной развертки если мы и от часа сканируем в исходное положение вот она все опять позеленела и все стало более правильным если спокоим вообще все станет зеленым и красивым у меня на функцию вот эту релакс тоже есть горячая клавиша п вот я нажимаю п у меня включается релакс и автоматически вот я делаю то есть постоянно использую это все дело теперь насчет релакса понятно но конкретно зачем там разные алгоритмы бывает если форма сложная детали то конформал алгоритм вот этот конформу не справляется начинает там что-то ее крутить вертеть и разворачивает плохо в таких случаях применяется алгоритм адептив он делает чуть-чуть по-другому этого кстати можно наверно проверить сейчас если вот так вот развернуть эту модель и начать применять адаптив вот он сохраняет форму то как все это дело развернуто да и вот надо его долго покрутить чтобы она вернулась вот прям такую штуку ну то есть это просто два разных алгоритма которые периодически нужны в разных ситуациях на более сложных моделях а конформу он вообще вот так вот быстро довольно все это скручивает потому что я буду делать текстуру там с микро царапинами микро дефектами какими-то поверхностей но как бы для того чтобы сделать качественную текстуру модели реалистичную по любому нужно развертка если помните на презентации я показывал фотоаппарат там как бы вроде все тоже металл там и так далее но тем не менее там более сложная текстура там есть микрофактуры там где-то потертости все это нарисовано за счет текстур это все добавляет реализма и без текстурных разверток я бы не добился такого уровня качества и ну я считаю это ну и не только я считаю это вот все профессиональные модели все делается с текстурной разверткой прошу ну все очень так получается качественно и ну это нужно по-любому делать можно делать автоматически сейчас я покажу еще приколы как делаются побыстрее допустим я сейчас выделял вот так вот каждую эту делал там в там вот эту выделял там отдельно либо дел project view то есть ну довольно долго если деталь сложная там можно запариться есть автоматические процессы допустим мы можем выделять вот так вот выделить грани ну часто бывает так вот в сложном объекте допустим мы можем разметить грани по которым мы хотим разрезы на текстурной развертки да и чтобы все вот элементы у нас получились но вот я сейчас выделил быстро то есть у нас вот это будет один островок развертки вот эта центральная часть будет второй деталью с разрезом вот здесь и вот эта часть будет 3 то есть у нас фактически будет три элемента я выделил так вот все грани и опять-таки если нажать вот этот англ и применить вот у нас эти самые три детали появились это вот второй способ как можно достаточно быстро но тут видно тут есть вот покраснение и вот это вот штука под углом ответ можно выровнять ну то есть это второй способ создания развертки этой модели вот на эти да надо применить релакс но прикол в чем вот это кстати вот хорошая демонстрация почему конформу иногда не работает у нас здесь форма немножко но типа изогнута и она в плоскость идеально не может по природе своей развернуться потому что ну не получится это не как сделать поэтому здесь вот есть дефекты особенно вот этот угол он типа по развертки искажен если мы начнем это дело релаксить с помощью алгоритма конформа у нас них рена не улучшается мы делаем кучу итераций ничего не происходит но если выбрать адаптив он более адаптивно ну вот собственно по названию да распределит эти все полигоны и сделает более аккуратную развертку но по-хорошему допустим здесь надо бы сделать ну то есть вот это вот дело в плоскость хорошо разворачивается то есть вот это вырезать отдельно а вот эту вот полоску отцепить это вот кстати сейчас пригодятся следующие функции которые я использую при работе что у нас есть у нас есть так называемая штука терков то есть оторвать развертку от элемента вот это вода сейчас вот я при режиме мув двигая ее она приклеена если мы включим галочку теров она отрывается очень часто использую полезная штука можно быстро по отрывать вот так вот кусочки юлишки и получается такая история то есть вот этот элемент вроде у нас хорошо в плоскость сглаживается все вот эти вокруг не совсем дальше теперь инструменты сшивания всего этого дела тоже у меня все забиты на клавиши вот эти вот есть суин сплит собственно сплит у нас разбивает это дело все наоборот сшивает это вот переводится сшить и мы даже видим вот те грани которые вот на самом деле являются одними на развертки разбиты подсвечиваются вот синим то что мы отрезали да когда мы выделяем у нас дети подсвечиваться допустим нам нужно сшить вот этот вот шовчик в моем конфиге опять таки настроено это все дело на клавишу y y у меня сшивает усредь по усредненному значению да вот на этом расстоянии если я нажму shift y она подгонит эту деталь ближе самой модели то есть тоже полезная тема и собственно ну да мы можем выделять shift y она все типа подгоняет можно быстро сшивать все нужное дело если вот допустим по одному вот этому сшить просто y вот так у нас сшивать shift y перекидывает эту деталь поближе и так мы можем вот те не сшитые быстро тоже элементы сшивать там кстати в двенадцатом году они еще более интересно сделали там есть прямо вот так вот ведешь по краю но там его типа разрезает автоматически по моему даже тут есть такая штука только сейчас она не совсем работает ну в общем такое то есть это как раз вот сил а а ну вот кстати да мы все это это хотя нет она не так работает как у меня ну силу это то что на и грек у меня вбита а то что на shift y сейчас я посмотрю это сумму с и то есть и двигает и тот и другой врачи хрен его знает запутался ну в общем это сейчас и не столь важно то есть вот инструменты которые у меня используются все во что я показал это все те которые дают возможность работать с ювишкой развивать это все дело сшивать паковать и так далее делать релакс вот этот вот тоже здесь не понял какая сетка Смотри, я в самом начале объяснял, там это важно, то есть нужно сначала активировать ту развертку, с которой мы работаем. Это вот, кстати, есть, чтобы не лазить, ну, есть в нескольких местах, вот есть здесь вот шейдинг, где у нас Properties, Channels, Lists и здесь UV Maps, Texture. То есть нужно здесь ее выбрать, вот видишь, я ее выключил, у меня тоже все пропало. Либо здесь ее выбрать, либо можно вот здесь, в этом углу, вот изначально у тебя здесь тоже, наверное, но выбрать здесь Texture и она появится. То есть тоже важно, за этим надо следить. Вот еще, кстати, полезная очень штука. Нет, она появляется, она появляется все точно. Ты имеешь в виду вот так вот, вот так вот, да? Да, да, Джонс. Ну, опять-таки, я говорил об этом сегодня, все вот по Options, включается Show Distortion. Вот, спасибо. Здесь можно тоже включить, допустим, Show Overlap, это вот когда накладывается одно на одно, подкрашивается красным цветом. Можно включить, вот если Distortion нет, вот Fill Polygons, они тут чуть-чуть беленькие становятся. Ну, это такое, ну, основное, что я использую, это Show Distortion, потому что это важно, если у нас UV-шка чуть-чуть пожеванная. Вот, типа такого, да, это сразу показывается. По поводу полезная штука, если у нас есть элементы, вот как здесь, такой прямоугольный ряд, все из квадратиков, и оно растягивается в идеально ровную линию. Часто это вот в моделях, там какие-то трубки, провода и так далее, они очень здорово раскладываются в идеальный прямоугольник, но бывает сложно вот этими Unwrap штуками добиться того, чтобы это развернулось в идеальный прямоугольник. То есть они там получаются погнутыми. Сейчас я попробую показать на примере, сделаю, допустим, какую-то трубку. Дальше, как в симметрии, сейчас, надеюсь, побольше. Вот, так вот, вот такие трубочки. Ну, условно, тут все сделаю посложнее. Вот оно, кстати, там видно, сразу дорисовывает эту развертку. Вот так вот. Симметрию пока выключим. Оставим одну. Вот у нас есть и такая трубка, автоматическая ее развертка хреновая и ни на что не годная. Мы края этой трубки поудаляем, зашитые. И у нас получается, если посмотреть по модели, ну, хотя я тут могу увеличить, то есть вот такая трубочка, да, и фактически ее можно развернуть в идеальный такой длинный прямоугольник на развертке. Что мы можем сделать? Вот, как я показывал, допустим, да, выделить один зацикленный edge и нажать Unwrap. И вот что у нас происходит, да, оно развернуло в такую змею хреновую. И типа, чтобы это все выровнять в прямоугольник, вот мы сейчас попробуем теперь этот релакс начать делать. Если тут conformal, оно вот это, как змея, это начинает ползать, короче. И надо крутить, крутить его долго, чтобы оно пришло к какой-то толковой форме, и все равно получается хрень какой-то, питон. Ну, в общем, не получается это все быстро сделать из этого прямоугольника этими релаксами. Сейчас он тут вообще в месиво превратилось, все. То есть, ну, такое случается. Хотя, в теории, это все должно круто раскладываться в прямоугольник. Для этого специально есть крутая функция, которая вот называется rectangle, она здесь вынесена отдельно. Если у нас сетка действительно состоит из прямоугольников, и она может развернуться, этот rectangle делает у нас прям крутизную прямоугольную развертку. Она, конечно, из-за того, что у нас трубка все-таки имеет кривизну, вот здесь, здесь более растянутые полигоны, где красные, более сжатые. Но это очень хорошая развертка для подобного вида моделей. То есть, ректангл очень часто использую в создании развертки полезным. Да, да, то есть, ну, если у нас была вот такая вот хреновая развертка, нужно выделить сначала вот один edge loop, а потом нажать уже... А, нет, сначала unrap, вот это вот штуку, чтобы у нас такая змея получилась. А уже с этой змеей нажимаем ректангл, и она уже делает красиво. Ну, в том-то и прикол, что это все работает только для равномерно прямоугольной сетки. Вот, допустим, если я здесь вот так вот склею два edge, уже ни хрена не сработает. Уже алгоритм просто не получится. Ну, вот придется работать со змеей, ты бы вот правильно сказал. Вот я там склеил, да, сейчас я сделаю этот ректангл. И, ну, оно, правда, сделало. Тут, ну, да, здесь погрешность небольшая, но вообще я думал, что он ее не сделает. Странно. Обычно вот если какой-то косяк, то оно ломается. Саша, ты потом покажешь на основе, хотя бы, одной своей, ну, небольшой работы, как ты делаешь развертку, чтобы понимать, когда ты, ну, депс более сложный, ну, предположим, фотоаппарат. Ну, вот я сейчас показал все инструменты, при помощи которых я делал развертку на тот же фотоаппарат. Я сейчас даже тебе продемонстрирую, как она выглядит. Просто непонятно, зачем разрезаете, склеиваете. Что-то у тебя была, ну, простая. Это, наверное, очень сложно. Ну, часто это все очень заморочено выходит там на сложных моделях. И не всегда оправдано, типа, можно каким-то прямоугольником быстро сделать развертку. Но я всегда заморачиваюсь и делаю все аккуратно, руками. Ну, потому что я считаю это правильно. И дальше при работе с текстурами это все... Даже, ну, по-любому, вот я буду учить вас, как текстурить объекты в 3D-коте. И там без текстурной развертки никуда. Да, там по-любому весь объект должен содержать текстурную развертку, иначе ты его просто не раскрасишь никак. А фотоаппарат я хотел показать. Сейчас мне его надо найти. Давайте вынимать внимание, как ты у нас... Где-то Киев, 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 Киев. Я тебя не вижу. Потому что вроде бы на основе квадратика все понятно, где-то и есть, блин. Может, тут что-то... Потерял архив. А, вот, Киев 4. Максон. Вот, собственно, мне сразу тут она показала красивую картиночку. Значит, вот наша модель фотоаппарата, моя модель. Тут много всего. И, собственно, если посмотреть, вот у меня по иерархии, да, есть details, вот мелкие детали отдельно. Есть все, что состоит из алюминия, все детали на отдельной развертке. Отдельно линза. Отдельно стеклянные элементы. Отдельно резиновые вкладки. И каждый из этих элементов имеет свою уникальную развертку. Вот я переключаю, да, оно не совсем аккуратно разложено, конечно. Но, тем не менее, каждый микроэлемент, все это дело разложено аккуратно. И это все позволяет сделать красивую текстуру. И вот, собственно, всеми теми инструментами, которые я показывал, я по чуть-чуть и делал. Ну вот здесь можете видеть, да, вот эта вот вся история сильно красная, а это все синее. Потому что, ну вот, если я тут отмасштабирую, оно, правда, вот уже сильно тормозит. Надо, наоборот, увеличивать это дело. Это вот как раз тот пример, да, вот внутренние элементы, которые у меня просто должны быть черными для заполнения пространства. Я их максимально сжал на развертке, потому что мне на них не нужно много пикселей. Там они просто должны быть черными. А все остальное в одном Textile Density параметре, да, все эти элементы вот в одном разрешении пикселей. То же самое, ну вот здесь, допустим, да, тут все более-менее равномерно. То есть есть какие-то вот тут края более сжатые, да, там, какие-то более потянутые. Но это все незначительно. То есть вот такая развертка у меня на каждую деталь сделана. Вот здесь вот как раз много прямоугольных, да, вот по линзе. Тяжелая модель, у меня загнулся моды. Там вот как раз цилиндры вот эти все развернуты в прямоугольник. Я делал как раз так вот этим ректанговым функцией. Мне это очень помогло. Ну, собственно, вот по развертке я вроде как все моменты рассказал важные, все инструменты. Больше там ничего особенного нет. Текстуру или что? Ну, по текстурам мы будем дальше там делать. Я дальше рассказываю. Потому что там тоже все непросто. Но я могу показать, как выглядят текстуры, если хочешь. А еще было бы интересно понять, вот в каких моделях приходится вот разрезать и склеивать. Потому что вроде бы сейчас пока что мне непонятно. Если вроде бы уберешь, выделяешь, проливаешь. Ну, бывает, бывает нужно. Да. Конечно. Ну, там просто переорганиз... Ну, или допустим, вот этот дракон, да, которого я показывал. Сейчас вот найду его. У него же тоже есть текстурная развертка. Там вполне себе может пригодиться... Ну, а давайте ты применял разрезание и склеивание? Или когда больше геометрически такие формы там... Да, по-любому применял. Я так сходу не могу сказать. Но просто это важный инструмент, который нужно знать. И он постоянно используется так или иначе. Где-то там что-то вот сделать, подрезать, склеить. Ну, у меня всегда возникает необходимость в этом все. Если по этой модельке посмотреть, вот тут у меня тоже, здесь, поскольку это вот больше на шкуру медведя похоже, только тут шкура дракона, да. Да. Тут вот, допустим, вот это элемент спины, там вот это брюхо его, вот там крыло, это там вот пальцы. Здесь вот тоже что-то вот отдельное, не знаю, что тут они отрезаны, да. А туловище отрежется, например, там, где соединяют с аноним. Ну, да, если посмотреть, вот, кстати, тоже полезная штука. Можно выделить края UV-шки. Сейчас где-то тут. Select UV-Border. Если вот здесь нажать Select UV-Border, оно выделяет все вот края UV-шки, собственно. И это фактически показывает, где у нас разрезан этот дракон, да. И видно, что, да, вот по краям ног, по внутренней стороне стопы вот тоже есть разрез, да. И все это дело, нога разворачивается вот, то есть вот внутрь. Ну, швы вообще желательно прятать на маловидимые места. Ну, если грамотно все это затекстурить, то их не будет видно. Ну, это вот правило довольно важное, желательно их прятать в какие-то вот там вот... Вот тут он идет подмышкой, да, там, сверху. Вот у меня тут, допустим, какая-то ошибочка такая есть. То есть тут у меня разрезана модель. Это на тему, да, вот почему нужно ли там сшивание, да. Вот у меня такая дырка образовалась, мне ее надо зашить. Вот я тут применю. Ты разрезал прямо там, или же ты просто выделял этот объект и потом делал текстуру? Ну, это может, ты новую выделил, как писал, то это хоп, одна текстура, или же нет. То есть так ровно вырезать там, да. Ну, я тут делал как раз вот этим методом, обозначал швы и разворачивал. Ну, это достаточно замороченно, чтобы сделать развертку этого дракона. Мне пришлось повозиться на самом деле. Либо можно, ну вот, очень часто используется в такой, допустим, модели. Мне вот нужно развернуть руку. Я пользуюсь функционалом Hide Polygons, или вот, допустим, выделяю руку и прячу все, кроме этой руки. Вот у меня остается эта рука. Уже на ней я обозначаю швы, по каким мне нужно разрезать это все дело. Там, ну, я сейчас быстро попробую, там, условно, вот так вот, вот так вот, что-то наклацать. Что-то тут как-то получилось. Ну, там грубо, да, я сейчас обозначил какие-то швы, чтобы по ним порезало. И вот у меня получилось что-то такое. И вот ты говоришь, зачем функционал, да, вот у меня тут много всяких кусков, которые теперь надо разобраться, как мне их правильно сшить. Я там, допустим, взял вот эту деталь, там ее оторвал вообще, посмотрел, что тут вообще происходит, как это надо дальше разворачивать. Разворачивать, там, выделил вот этот кусок, там его оторвал, типа, здесь тоже оторвалось. И типа, ну, ты еще спрашиваешь, нахрена тут что-то? Да постоянно используется этот, блин. Вот тоже оторвался кусочек, надо его пришить. При работе с явишкой тут, блин, запаришься. Вот тоже, видишь, тут, короче, разрыв идет такой, он мне тут не нужен, надо это дело зашивать. Вот тут тоже месиво какое-то, это все тоже отрываешь, смотришь, что с этим дальше делать. Ну, в общем, полезный, полезный инструмент. Да, да, ну, начинать надо всегда с простого, как бы, до сложного всегда успеется добраться. Поэтому, собственно, вот, по ЮВИ.